Добрый день, уважаемые посетители сайта kutgin.ru, 23-й год, финал чемпионата России по компьютерному спорту, традиционное интервью с Дмитрием Смитом. Не знаю, они очень так похожи, хотя год прошел, казалось бы, стояли совсем недавно рядышком. Все ли хорошо с организацией, без проблем, все, надеюсь? Ну, как в том анекдоте, главное, чтобы все проблемы остались за кадром. Мне кажется, что здесь нам это удалось. Да, всегда есть какие-то сложности, но иначе было бы очень скучно. Традиционный вопрос тоже, почему Уфа была выбрана, сто раз, наверное, спрашивали, но я ответ не знаю просто. Ну, Уфа на самом деле один из старейших регионов, кто развивает киберспорт. Можно сказать, что здесь киберхоккей зародился, в конце концов. Опять же, силы нашего представителя Азамата Муратова направлены были на проведение здесь многих чемпионатов по этой дисциплине. Хотя сейчас это уже, правда, не наша дисциплина, а теперь уже часть хоккея, так же, как интерактивный футбол, часть футбола. Да, теперь это у нас немножко реструктуризация произошла. Вот. Но все равно вот в рамках этого финала чемпионата у нас будет соревнование тоже и по интерактивному хоккею, по киберхоккею, который проходит вместе с Федерацией хоккея, естественно. Вот. Но, помимо этого, важный момент, что руководству региона не пришлось объяснять, что такое компьютерный спорт. То есть они понимали изначальную важность, поэтому здесь скорее был вопрос не зачем, а как именно. Вот. И, собственно, вот мы оказались здесь. Ну и, естественно, площадка одна из лучших в России, более чем нас устраивает. Здорово. По Диабле хочется поговорить. Выходит четвертая часть. Да, это все остальное не так важно. Четвертая часть выходит. Посмотрел и побегал немножко. Честно говоря, только слышал, читал обзоры. Нет, мне очень интересно, я большой фанат этой серии, я вообще фанат Блиссерда, а Диабло особенно. Я вот, как сейчас помню, какие были эмоции, когда я первый раз узнал, что есть хардкор. Хардкор, это как вообще? То есть ты играешь, играешь, потом все кончилось. Во вторую Диабло, увы, ты играл сам, проводили турниры. Скажи чуть поподробнее, и будут ли какие-то планы на четвертую Диабло? Посмотреть хотя бы стримчики, может поучаствовать? Действительно, мы играли много, и я лично играл во вторую Диабло, и турниры проводили. И мы там сперва просто их проводили, потом делали серию баллранс. То есть когда там было 6 часов на прокачку, 2 на 2, а потом уже ПВП составляющая. И там ребята за 6 часов, я помню, из Белоруссии приезжали, они до 80 какого-то уровня докачаться успели. То есть это было просто вау, это какой-то кошмар был. Вначале никто не верил, что это нечестно, но потом посмотрели все, как аккуратно было. На новый Диабло, конечно, очень хочется посмотреть, попробовать. И если честно, мне хочется снова возродить вот эту вот серию соревнований, когда там с одной стороны ПВЕ составляющая, когда ты подбираешь себе персонажей, чтобы как можно быстрее прокачаться, одеть вещи и прочее, слаженность действий, четкие тайминги. А с другой стороны вот эта вот ПВП составляющая, когда непонятно, кто будет у тебя соперником, насколько вообще к чему готовиться, какие комплекты с собой оружие брать, на что заточены. Мне очень нравилось. Ну, у нас будет онлайн-мероприятие 2-го числа на Гудгейме, призовой фонд, хорошо все, побежим вчетвером. Кто первый, получит сотый левел. Близзы сказали, что на это нужно 150 часов. Ну, мы прикидываем, что недельку поиграть по 10 часов. Ну, в общем, если что, я помню, как мы в Третье Диабло играли. Тоже первую недельку. Я сейчас, боюсь, я не готов в этом участвовать, хотя чертовски хочется, прям чертовски. То есть на игрушки у тебя совсем уже времени нет? Боюсь, что да. Сейчас время такое, что надо, как говорится, бежать со всех ток, чтобы оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, бежать приходится в два раза быстрее. Грустно немножко, ну ладно. Есть выход. В принципе, если бы ты в стриминг пошел, у тебя было бы всегда объяснение, что вот это я работаю, а вот вечером я стримлю. Слушай, это хороший лайфхак, но боюсь, вечером я тоже работаю. Могу только посочувствовать. Ладно, хорошо. Меня тут кто-то шеп... Я не буду говорить, кто. Сказал никнейм «Осмодей». Это случайно или нет? Слушай, ну Серега недавно присоединился к нашему центральному офису. У нас теперь федерация работает, да. А это, ну, мне лично приятно. Он, знаешь, очень... Ну, он в основном в покер играл последние годы. Вот. Потом он женился, у него ребенок. Ну, то есть солидный уже мужик. Хотя выглядит. Реально практически не поменялся, на мой взгляд. Нет. Для нас он ценное приобретение, потому что, с одной стороны, он вот еще живет вот этим вот духом киберспорта, а с другой стороны, он как бы смотрит на это немножко по-другому. То есть это не молодежь современная, которая вот оценивает это, но и не наш взгляд, который уже немножечко начинает походить на взгляд чиновников. Я слишком много с ними общаюсь. А у него вот нечто среднее. Это взгляд такой взрослого человека, который когда-то сам был, и вот очень ценное приобретение. И чем он будет заниматься? Или чем он занимается? Слушай, на самом деле мы сейчас занимаемся двумя вещами. Во-первых, он работает в спортивном департаменте и готовит сейчас целый проект, целая сеть соревнований, называться «Порт будет», нацеленный на формирование турниров в регионах, именно регионального уровня. А с другой стороны, у нас с ним, знаешь, появилась такая шальная мысль, мы ее предложили ребятам из ВК рассмотреть, возродить сетевой тетрис. Может быть, помнишь, у нас в свое время еще на самом первом Кубке России был шоу-матч, когда Пажетнов играл с министром связи в сетевой тетрис. Вот сейчас это практически умерло, но есть желание эту историю снова возродить. Вот опять же, изначально мы еще с Алексеем Валентиновичем Шмякиным на эту тему, хаос который, да, помнишь наверняка, вот, общались на эту тему. А сейчас, когда Серега пришел, это как бы последний камушек лег. Вот мы написали презентацию, сделали, расписали, как это сделать по механике и предложили партнерам из ВК рассмотреть написание вот такой вот программы. Ну, с авторскими правами не будет проблем, Пажетнов же уже там с 90-х, черт знает где, или импортируем? Нет, здесь нарушения авторских прав не будет, хотя сейчас в духе времени, да, было бы и другое. Хорошо. Кроме чемпионата, ну, для меня, к сожалению, как и для человека, который не так внутри, а может и к счастью, черт его знает, вдруг у вас там кранчи, и по 16 часов вы там пошите, и даже поиграть не удастся. Кажется, что самым главным мероприятием является, собственно, финал. Короче, какие другие активности, кроме чемпионата, финала чемпионата у вас есть? Вот на регулярной основе, которая идет. Ну, у нас сейчас много флагманских мероприятий. Чемпионат, открытые кибер-игры, которые в конце года идут традиционно, студенческая лига, школьная лига. Вот мы начали проводить международные студенческие соревнования, соревнования по стендов-2. Сейчас у нас огромные планы на эту игру, она мне лично очень нравится. Ну, это как контрант, только на мобилке. Вот. И, естественно, есть еще, ну, скажем так, в духе времени несколько международных соревнований. Там стран БРИКС. Вот на следующей неделе мы хотим принять участие в грозном будет праздновании Дня Интернета. И хотим попробовать провести международные соревнования по Клаш-Ояле, например. Отлично. В прошлый раз не спросил. Варкрафт 3 будет вместе с Старкрафтом? Можно как-то дисциплину поменять? Ну, игроки, конечно, по Старкрафту молодцы, но, как бы, у Варкрафта тоже много. Это больной вопрос, вот ей-богу, больной вопрос. Зрителей было бы больше? Возможно, да. С точки зрения наблюдений извне, Варкрафт, он более интуитивно понятный, что ли, и более красочный. Честно скажу, этот вопрос мы каждый год рассматриваем. Может быть, в этот раз пойдем в этом направлении, но, ты понимаешь, мне Старкрафта как-то ближе. А так, ну, не знаю. Мне очень больно, что эта аудитория год от года вот стагнирует, уменьшается. Ну, это правда неприятно, но альтернативы я пока не вижу. Вот, скорее бы, что-нибудь сделали подобное, но на другом уровне. Может быть, не знаю, через несколько лет все-таки появится. Ну, будем надеяться. Мне кажется, что стратегии, к сожалению, изначально были нишевые, а когда они были вот в 97-м, 8-м, 9-м году, как бы весь киберспорт был нишевым, и оно попало, и как бы все играли в это. А сейчас, учитывая, что есть гораздо более популярные командные дисциплины, мобильные дисциплины, мы тут по-любому будем проигрывать. Слишком высокий порог входа. Это, к сожалению, правда, но не знаю. Мне хочется верить, что вот, пускай это будет и нишевая история, но она будет всегда пополняться молодыми ребятами. А это вот в последнее время происходит все реже и реже. Вот именно приток новой крови, нового интереса, он является основным критерием. Это может быть нишевая история, но она будет живой. А вот сейчас я начинаю сомневаться, выживет эта тема в целом или нет. Ну, на этой радостной ноте, да, спасибо большое. Что-нибудь позитивное в конце, если хочешь. Позитивное? Ну, хорошо, да, эти позитивные. Ну, во-первых, я всем желаю следить за своим здоровьем. У нас на сайте Федерации появилась электронная брошюрка, как сохранить свое зрение, осанку и так далее. Ну и второе, соревнуйтесь сами с собой, чтобы вы завтрашний были лучше, чем вы вчерашний. Субтитры создавал DimaTorzok